О повышении конкурентности предприятий организации Ненецкого округа говорили сегодня на очередном заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Ненецкого округа. Подробности в материале выпуска. Заседание началось с подведения итогов о состоянии конкурентной среды в регионе за прошлый год. Так было отмечено, что конкурентная способность повысилась на рынке образовательных услуг. Один из самых развитых рынок услуг торговли. В нем задействованы порядка 459 хозяйствующих субъектов. Они обеспечивают 5-процентную экономическую занятость населения. В сфере медицинского обслуживания более 76% учреждений частные. Два из них в прошлом году получили субсидии на модернизацию. Впрочем, некоторые сегменты пока не имеют возможности конкурировать. В Ненецкий округ у нас характеризуется очень развитой системой мер социальной поддержки. По состоянию на 2018 год в округе действуют только два поставщика социальных услуг. Это Пустозерский дом-интернат и комплексный центр социального обслуживания. Хочу сказать, что результатом работы администрации является то, что в приезд поставщиков вошли 4 социально ориентированных некоммерческих организации этих поставщиков. Но вот пока частные организации на данном рынке отсутствуют. Одним из условий успешной конкурентной способности специалисты считают передачу ряда функций профильным организациям – аутсорсинг. Например, при переходе на аутсорсинг уборки помещений казенного учреждения СМТО удалось сэкономить порядка 15 миллионов рублей. Качество услуг при этом обеспечивается контролем исполнения условий государственного контракта. В негосударственном секторе были созданы дополнительные рабочие места, окружной бюджет смог сэкономить значительные средства. В общей сложности, благодаря аутсорсингу, в прошлом году окружной бюджет сэкономил более 35 миллионов рублей. Одним из таких учреждений стал Центр кадастровой оценки. В общем, заморочек много, и когда ты директор, на тебе лежит эта ответственность, а ты сам досконально не знаешь, как это делать, то, конечно, лучше, удобнее разделить эту ответственность теми, кто знает и умеет это. Поэтому мы все-таки решились на аутсорсинг. По мнению главы региона Александра Цибульского, аутсорсинг дает хорошие результаты, но учитывая специфику региона, применять его нужно с осторожностью. Ну, хорошая практика, хорошая идея, просто не надо впадать в ситуацию, когда мы аутсорсинг радио аутсорсинга делаем. Это всегда каждый конкретный предприниматель, каждый конкретный орган исполнительной власти или казенное учреждение принимает для себя решение, где это экономически обосновано, целесообразно или нет. Кроме того, в рамках заседания обсудили меры поддержки окружных предпринимателей. Одна из них касается северной льготной дороги. В настоящий момент рассматривается вопрос о возмещении затрат предпринимателей на компенсацию льготного проезда один раз в два года сотрудников, задействованных в малом и среднем бизнесе. Но при соблюдении определенных условий, в частности заключение двустороннего соглашения, в рамках которого, как один из вариантов, 50% затрат будет оплачивать округ вторую часть сам предприниматель. Вторая мера – снижение оплаты страховых взносов. Третья – формирование арктического опережающего режима развития. В данном случае, если говорить о торах на Дальнем Востоке, то здесь страховые взносы становятся 7,6%. Значит, они рассматриваются для инвесторов, которые привлекают более 500 тысяч. Мы, конечно, вот наши предложения, может быть, даже не ограничиваются этим 500 тысяч для всех предпринимателей 7,6%. По мнению губернатора, льготы для предпринимателей надо разрабатывать. Территория, опережающая развитие на весь округ, конечно, невозможно распространить. Это отдельная территория, это немножко другой механизм, поэтому здесь просто можно выбирать те места, где можно такую территорию создавать. Сейчас идет разработка специальных параметров, по которым эта программа будет применяться на территории нашего региона. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует...